да здравствуйте честно сказать немножко расслабился потому что на сегодня уже запланированном основном говорили вот но один кусочек добрый день один кусочек будет не про говорили а про то что я не успел рассказать вот это кусочек будет про модули пакеты вот ну а дальше мы будем вот видите я тут даже поленился раскрывать потому что там все это достаточно легко окей видимо пора начинать значит смотрите у нас последняя лекция цикла последняя лекция цикла собственно про питон вот по язык программирования питон в следующем семестре скорее всего будет продолжение как и в двух предыдущих весенних семестрах под названием совместная разработка на python вот насколько этот курс мы переделаем я не знаю потому что хочется чтобы там было больше совместной разработки и а папа папа под это дело видимо придется довольно много практики делать не факт что слушатели которые не из соответствующей группы 321 что они смогут всю эту практику тоже проходить а завершая разговор про питон хочется сказать что у языка программирования есть как бы четыре но на самом деле конечно больше четыре стороны рассмотрения есть синтаксис языка который описывается ну по bnf им соответствующим я кстати может поймой не здесь можно поискать наверняка где то есть бы вот нет не здесь ну неважно где-то точно должен быть я к тому что я к тому что на самом деле существует один год full граммар спецификация один большой одна большая формула которая определяет синтаксис всего языка она конечно большая вот ну не такая чтобы страшная то есть это вполне читаемая штука кроме того вы увидите что большую часть того чем мы пользуемся она либо очевидно в этом описании вот либо достаточно просто а сложные штуки они есть сложные до них не всегда доходит доходит дело вот это уже не совсем бы нэв потому что питон сменил парсер как мы помним и тут уже появляются элементы того что называется пев вот в основном это все-таки бы вот значит понятное дело что синтакси языка ну как это правильно сказать мало чего говорит про то как на нем программировать скорее как про то как нельзя на нем писать дальше идет семантика языка что такое семантика семантика это то как подразумевается работа абстрактного вычислителя то есть вот той вычислитель модели которая лежит под языком когда вы пишете какие-то синтаксически верные конструкции то есть вы что-то синтаксически верное написали а язык программирования что-то в ответ на это делает вот эта семантика прагматика языка это скажем так все то что не удалось по-человечески описать в паре синтаксис семантика по отношению по числительной модели вот прагматика это вещи которые как это это про то как вычисление происходит на самом деле то есть допустим язык программирования си он в этом смысле очень сильно рассчитывает на прагматику то есть там стандарт довольно много включается прагматики потому что ну например там не знаю целые числа могут быть разного размера чар может быть тут такой или сякой ну такого сорта вот примером прагматик в питоне является например рассуждение про идентификатора объектов айди от объектов она в случае питон написано носить это скорее всего просто адрес в памяти вот а в случае например питона написано на питоне что-то принципиально иное или в случае питон написано на джава джайфон так называемый вот то есть есть какие-то вещи которые входят в язык и при этом отдаются на откуп уже не абстрактному вычислителю не только читать этой модели который питал язык предоставляет а конкретному вычислителю то есть то исполняющей системе которая собственно занимается выполнением а питоновских команд вот и вокруг всего этого есть практика программирования на этом языке которые представляют собой ну как бы принятые способы до библиотеки может вами понимаем что библиотеки модуль питоновский к синтакс языка и вообще к языку программирования напрямую на прямое отношение не имеют вот значит поэтому с одной стороны а с вами просто обязаны изучать эту практику хотя бы потому что как мы знаем просто один язык программирования без сопутствующей библиотеки без сопутствующих наборов модулей это в общем довольно такое теоретическое упражнение вас мы с вами пользовались модулями как минимум этот самый масс модулями какими еще там пользовались да всякими рандом какой-нибудь вот это все вот понятное дело что изучить язык не изучая его его практику довольно глупо вот однако практика языка это абсолютно нескончаемая вещь потому что библиотек на свете тысячи стандартная библиотека питон состоит из там порядка 200 что ли отдельных модулей некоторые из них там хорошие интересные некоторые нехорошие как бы некоторые странные оставшиеся там исторически некоторые полезные ноги для всех ну и так дальше и изучать это можно довольно долго одно перечисление вслух заняло бы много времени и в общем наверное в таком в таком виде изучать практику не интересно на самом деле конечно практику надо изучать практически извините за мы тут с капитаном очевидность решили что практика это предмет практического изучения вот тем не менее у нас есть одна тема которая которую мы не потрогали в лекциях которые надо потрогать сейчас это модули вот те самые модули которым и импорт в принципе вот из этих всех ссылок наверное самая правильная ссылка это описание как работает импорт в документации и внезапно мы видим что что есть какие-то функции импорт которые на самом деле вызываются то есть импорт как оператор это всего лишь синтаксический сахар для функции для вызова функции импорт которая выглядит вот так вы передаете имя в кавычках вы передаете глобус локал с что такое from list я даже не знаю давайте посмотрим ну вот а это from что from что импорт что до from spam импорт x from sparm спам импорт соседж вот а что такой последний параметр сейчас посмотрим левил а это значит какое количество съедать то есть вот если вы укажете здесь один то у вас вот этот спам отрежется вот то есть более такой развесистый механизм что тут у вас значит более это неинтересно более развесистый механизм импорта но на самом деле в общем не очень нужный потому что синтаксически он конечно менее красивый чем from что-то импорт что-то красота и вот это все вот тем не менее функцию импорт можно можно вызывать она вернет модуль вот объект модуль и проимпортированный но помимо этого можно например заглянуть в библиотечку который называется импорт лип сейчас я найду импорт лип вот она это такой модуль в котором вся механика импорта реализована на питоне зачем не знаю но вот импоризована да вы можете заявить почитать как это устроено вот на гитхаб чеки у вас видите да числе прочего у обратите внимание какое количество стандартов это значит понятное дело стандарты связанные вообще с импортом да но а библиотека импорт лип все их реализует то есть фактически это такой референс имплементейшн или платформа независимой имплементейшн если хотите так вот если внимательно почитать этот текст я сейчас не буду прямо вот пересказывать всю вот эту большую кусок большой кусок потому что напоминаю мы с вами вторгаемся в область практики которые бесконечно и не успеем за одну лекцию да но вот смотрите значит если почитать эту штуку выясняется что работает два последовательно два механизма один называется finder другой называется лодер значит сначала python finder finder вам ищут сейчас я не то что сис метапатфон сис . метапатф и это как раз по троечка смотрите это импортер а это файндер фактически вот это троица используется при импорте сначала происходит find finder ищет вам в нужных местах что-то что похоже на модуль давайте еще скажем а нет вот например да шо ж такой то например по умолчанию список тех мест где finder ищет что-то похожее на модуль выглядит вот так обратите внимание на то что в отличие от шелла в котором вообще запрещено текущий каталог нехорошо текущий каталог вставлять в патт в питоне по умолчанию в патт в то место где ищутся модули вставляется пустая строка это означает что первым делом finder ваш ищет модуль с таким именем в текущем каталоге обратите также внимание на то что вот на это это довольно важная штука питон с давних пор умеет считать каталогами zip файлы и находить что-то в них то есть как минимум он оттуда умеет импортить это очень удобно чтобы значит когда вы распространяете про приложение распространить ее в виде чуть ли не единого zip файла когда питон выполнил вон тот zip файл он там найдет два подчеркивания main 2 подчеркивания .p он там найдет модуль он там найдет все все это заработает довольно удобная вещь вот он умеет ходить в zip как в каталоге а ну а дальше идет список обычных каталогов где по мнению текущей версии питона в текущей операционной системе значит будет происходить поиск модулей для того чтобы их проимпортить вот в этом самом сиспав кстати сказать вы можете модифицировать перед импортом вставить туда какой-то специальный свой каталог где держит свои модули или удалить оттуда вот это не знаю зачем но можно да ну короче говоря это просто обычный список который можно модифицировать вот после того как finder обшарил эти каталоги запускается лодер которая пытается загрузить данный данный найденный файндером файл как модуль модуль это либо файл на питоне . любой файл на питоне является модулем любой вообще совсем вот либо разделяемый библиотека в том формате в котором это принято для вашей операционной системы для linux.so вот либо так называемый пакет про пакет поговорим чуть позже это такой каталог со специфическим специфической структурой главное признак того по которой стандартный finder находит а стандартный лодер начинает загружать это то что в этом каталоге лежит файл blablainit blablabla.py вот в этом случае каталог считается пакетом пакетом в этом случае каталог считается пакетом то бишь таким составным модуль вот значит finder и лоза могут быть перегружены читайте документацию вы можете определить сами как например находить по какому признаку модули и даже как их загружать вот но это уже совсем какие-то внутренние питоны просто я к тому что вот 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 эти штуки то вот этот мета пас можно приопределить и он будет как-то по-другому работать вот но по умолчанию вот в этом пас ищется пыль файлы со файлы случае linux и пакет то бишь каталоги с файлом блаба и не дома при этом в принципе в принципе как это сказать мозг вот этой вот этого поиска достаточно несложный вот смотрите вот я сейчас попробую сказать импорт был finder нашел его он говорит есть такой файл бу . он правда нулевой длины поэтому лодер сказал не 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 ребята смотрите он ну короче лодер бросил импорт ера со словами файл to short а может быть это сделал и finder кстати потому что мы уже не знаем как в точности устроена логика ну давайте тогда так сделаем ну короче вот лодер вот теперь точно лодер лодер сказал что нет нет ребята это не загружаю ему вот но для нас с вами как для пользователей вообще все равно кто там ругается импорт или лодер поэтому мы получаем импорт ера то есть логика довольно простая сначала находим потом пытаемся загрузить все вот вот эта вот фишка что любой файл на питоне является модулем это довольно интересная фишка сейчас мы возьмем любой файл на питоне боже боже как их тут много ну вот например да обратите внимание на одну важную вещь я не знаю говорил или нет я сказал импорт лэйт этот импорт тупо выполнил этот этот импорт тупо выполнил все что содержится файлы лэйт просто взял и выполнил то есть импорт по большому счету это такое просто выполнение а а программы на питоне да он конечно же загружает его с помощью дыр лопан но понятное дело что там еще внутри есть всякая питон api которую тоже при этом должно происходить то есть вот мы сейчас будем говорить про пакеты в них есть некоторая логика часть этой логики надо реализовывать на си когда вы делаете . это не значит что вы можете просто любую библиотеку загрузить то есть вам нужно для того чтобы сделать модуль на питоне написанные на си нужно писать ну там поддерживать соответствующая api вот api прекрасно документирована вообще это место в питоне я очень люблю в том числе за то что текст на си очень 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 грамотный убида вот и это его товарищей вот ну в общем но эта тема отнюдь не этого и не этого сезона возможно в следующем семестре будет одна лекса посвященный пальто на пи вот возвращаясь к импорту обратите внимание что я про импортил модуль а он взял и выполнился то есть фактически импорт это просто выполнение модуля единственная разница состоит в том куда приезжают namespace смотрите видите у нас после импорта приехал к нам просто модуль а в этом модуле у нас как раз есть те самые айдер и крейд андерс я вспомнил что это такое это позднее связывание вас вот тут вот мы позднее связывание разорвали путем передачи значений непосредственно функцию вот единственная разница между запуском программы и импорта модуля состоит в том что происходит с namespace а вот в нашем случае в нашем случае namespace в нашем нашем пространстве создалось имя лейт и в этом имени лейт соответственно приехали туда вот соответственно туда приехала что туда приехал крейд андерс и туда приехал айдер потому что айдер тут вот был объявлен как имя ну вот он и залип видите вот он вот таким образом любая программа на питоне может являться модулем и если вы хотите чтобы при импорте ничего не происходило не пишите в ней вот такого кода вариант состоит в том чтобы проверить с каким именем уберись с каким именем это этот модуль был импортирован если его запустили как программу имя модуля будет мэйн точнее бла-бла-мэйн бла-бла если вы импортировали как модуль имя модуль будет совпадать с именем модуль который ему дали при импорте то есть и в и в name равняется мы и вот такая фига вот что при этом происходит что сделал не так а он назывался андерс они ларит я не то не то хорошо господи какая разница а вот обратите внимание этот код теперь не выполнился вот потому что он выполняется только в случае если мы этот андерс запись запустим вот так вот или если мы вызовем питон с и ключ к минус м питон с ключ к минус м импортирует модуль но запускает его как программу в чем разница между между вот этим и вот этим ну понятно в чем разница вы тут вместо адерс можно было написать там рандом что такое чуть такое откуда взялось по всей видимости это какой-то тестирующий код который зашит в модуль рандом который мы никогда в жизни не видели просто не пытались его запускать руками посмотрим на него нет вот это модуль рандом в нем наверняка есть да вот видите вот это все с одним подчеркнем скорее всего этом хотя вся коррелизация но нас интересует вот это узнаете строчку if name равняется main вызывается функция тест и вот функция тест что такое там тестирует но на самом деле не тестирует а просто выводит но и тем не менее смотрите как 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 все аккуратненько сделано вот вот это похоже кусок написанной на сито не знаю короче короче не знаю есть тут вообще кусок написанной носить по идее должен быть он должен где-то ходить к например в урандом у какого-нибудь вот а он тут просто он просто ос урандом ходит ну ладно короче говоря но идея понятна до любой модуль на питоне может быть запущен как программа тогда в нем вот эта проверка name равняется main внезапно сработает и в нем запустится какой-то код который мы никогда не видели когда им портили этот модуль так вот такой пример но и то же самое здесь мы обмазали в этом по программе adders код который выполняется при старте уровне на им равняется main но вот он выполняется если сделать вот значит теперь относительно пакетов относительно пакетов давайте набьем руками значит пакет напоминаю это такой модуль это такая такой каталог в котором есть файл и нет . напишем здесь симптом определим здесь какую функцию ну какую функцию определим много альтер задокументируем ее спасибо женя сейчас расскажу спасибо большое я забыл рассказать про этот эту эту фишку значит давайте тогда действительно отвлечемся пока от пакетов обратите внимание вот на что обратите внимание на наличие каталога сейчас я его найду каталог пакетов содержит так называемые скомпилированные версии программ на питоне в действительности они не скомпилированы просто превращенный в байт код то есть это программа у которой проделан синтаксический анализ построен байт код для интерпретатора питона и вот этот байт код как раз записан в скомпилированный файл когда мы делаем импорт происходит две вещи первое формируется вот этот кэш вот в современном питоне вы можете специальный каталог для кэшей хранить можно называться пока же в текущем каталоге вот и он формируется один раз в следующий раз если выяснится что файл с кэшом более свежий чем файл с исходником файл с исходником даже не потрогается а вот потрогать сразу файл с кэшом ну собственно оттуда заберется питон вот этот байт код не будет ничего парсить лишний раз вот это все но это не ответ на вопрос жене ответ на вопрос жене когда мы говорим импорт на самом деле мы втягиваем целый модуль вот и он заседая оседает в списке импортированных модуль поэтому когда мы говорим импорт второй раз вообще говоря не происходит ничего точнее не так когда мы говорим импорт второй раз запускается finder finder находит модуль и тут выясняется что это тот же самый модуль который в прошлый раз уже нашли и он есть среди импортированных тогда потом говорит не такое уже есть извините мы сейчас скажем так было бы время мы бы сейчас поэкспериментировали но я рекомендую например женя вам поэкспериментировать следующим образом в двух окошечках создать модуль проимпортировать его поправить его в соседнем окошечке и снова проимпортировать и посмотреть каков будет результат обновиться ли модуль или нет вот в случае если вы вообще ничего не трогали последовательные импорты одного и того же модуля они живут какое-то время на выяснение того надо его модуль импортировать или нет потом принимается решение что нет не надо и на этом собственно все заканчивается вот такой примерно отверг посмотрите сами что будет, если попытаться второй раз импортировать тот же самый модуль, после того, как рядом вы его поменяли. Это интересный вопрос. Окей, а мы возвращаемся к нашему пакету. В пакете у нас, значит, должен быть файл init.py. Ну, давайте здесь задокументируем нашу функцию. Смотрите, а что значит не получилось скомпилировать в со-библиотеку? Когда не получилось? Ну, допустим, вы там, не знаю, три недели назад, вам не удалось скомпилировать в со-библиотеку. Почему на этом основании нужно что-то загружать или не загружать? Вопрос не понятен. Вот. Ну, вот я и говорю, Вадим, я не понимаю вопроса. Если у вас что-то не получилось, значит, давайте так, я отвечу на ту часть вопроса, которую я понимаю. Импорт это такой оператор. Вы его, разумеется, можете вставить в if. Я как-то даже не подумал, что в этом могут быть какие-то проблемы. Вы можете за if'ить. Например, очень часто бывает так, что вот в этом самом мейне, который импорт чего-то там, ага, значит, в этом самом мейне, который импорт чего-то там, внутри мейна, делается импорт, допустим, Sys, чтобы при запуске модуля как программы можно было посмотреть... О, кстати, я, наверное, даже знаю, какой. Да нет же, ну вижу бал. Ну, блин. Вот. Вот смотрите. Обратите внимание, что модуль P-Doc точно так же проверяет name, main, trally-vally, и в случае, если мы его запустили не как импорт, а запустили его как программу, вызывает функцию cliff, в которой делается импорт. Этот импорт не делается в других случаях. Разумеется, это все можно обмазать if'ом. Никаких проблем. Вот. Хорошо, да. Возвращаемся к пакетам. А. Во. Значит. Ну, вот вам, пожалуйста, пакет. Простейший. Значит, обратите внимание на то, что... Давайте вот так вот, да. У нас есть каталог package, в нем есть файлы init.p и Python. Отлично понимает, что это пакет. Более того, что важно. Смотрите, какая красота. Это docstring от пакета. Это наша функция. Это docstring от нашей функции, еще и где лежит. Еще и эти самые аннотации приехали. Просто красота, я считаю. Вот. В пакетах могут быть соседние файлы, не только init. Ну, допустим, давайте сейчас сделаем такие вещи. Пакет. Init. Добавим сюда еще одну функцию. Ну, не знаю, там. Ну. Без описания. Нет, с описанием. does nothing. Да что ж такое-то? Нег. Вот. И сделаем соответствующий подмодуль. Ну, допустим, назовем его const.p. Да. Значит, напишем здесь const.s.s. Субмодуль. Вот. Ну, и напишем там, типа, zero. Это было слово int. Да, там что еще можем написать? Какой-нибудь div. Ну, и там, ну, не знаю. Ну, хватит с нас. Пускай будет две константы. Вот. Смотрите, что теперь происходит. Import package. Dir. Приехал к нам package. Что в этом пакетже? Adder и nub. Где константы? Правильный ответ. Нигде. Потому что мы не сказали, что их надо тоже импортировать, когда мы говорим импорт. Да? Что мы сказали? Мы сказали содержимое пакета package. Содержимое под пакета. Не сказали. Как написать? Import package.const. Пожалуйста. Круто-круто. С одной лица. Вот. Package.const. Точка, ну, не знаю, zero. Ну. Все как у людей. Или from package. Import звездочка. Что к нам приехало в namespace? Ой, давайте еще раз. Да? Что к нам приехало в namespace? Adder и nub. То есть две функции, которые были определены в ините. Этот самый const как был в стороне, так и остался. Этой штукой можно управлять. Если мы в init вставим такую штуку. пробла, оу, бла-бла равняется, ну, скажем, adder, adder и const. То внезапно поведение from package.com под звездочка изменится. Вместо того, чтобы к нам в namespace приезжал adder и nub. К нам будет приезжать adder и const, который является subpackage нашего пакета. Так что, ну, submodule нашего пакета. Вот смотрите. Вот. То есть в этом случае, в этом случае звездочка это то, что лежит вот здесь. Соответственно, если нам нужно проимпортировать какие-то внешние, не внешние, а более глубокие подмодули, вот, пожалуйста, это сюда вписывается. Вот, наконец, последнее, предпоследнее, что хочется показать, это, что у пакетов могут быть подпакеты. Да? В которых абсолютно так же устроены. У них должен быть init. У них должен быть init. Ну, давайте там, не знаю. from const import div. Собственно, я зачем это затеял? div, ну, не знаю, там, sorter sstr 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 with div 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 Ну, как-то так. Давайте, кстати, потестим, как это работает. Давайте потестим, как это работает, а потом вернемся. Владимир, вы совершенно правы, что звездочка это зло, но существуют пакеты и такие, и существуют дисциплины программирования, внутри которых эту звездочку использовать, ну, скажем так, гораздо удобнее, чем не использовать. Правильный путь, конечно, from что-то, import что-то, as что-то для краткости. Ну, вот. Значит, давайте теперь попробуем import-package.soup. Вот он, сортер, да? Package.soup.sorter. Обратите внимание, что... Полная красота творится в смысле документации, она вся уже готовая практически. Вот. Кстати, const... Видите, да? Значит, даже annotation тут привязан, но они, правда, урежутся, то есть он не будет все показывать. Ну, вот тут. Вот. Обратите внимание на вот эту вот волшебную конструкцию. Почитайте более подробно в описании импорта. Значит, зачем нужно это? Ну, понятное дело, что иначе мы вообще этот const не добудем никак, да? У нас импорт происходит от текущего каталога. В текущем каталоге у нас никакого const нету, он в родительском. И вот без такой конструкции мы, в принципе, никак эту проблему не решим. Но даже если вы пишете что-то вот такое... Ну, давайте еще тут вот... Да, и здесь пишем from const import... По-моему, так это пишется. Давайте посмотрим. Ну, я, кажется, уверен. Кажется, уверен. Хорошее слово. А, вот как. Да, значит, не совсем правильно. То есть вот у меня сейчас это не заработало бы. Я не зря пошел смотреть. Да, то есть мы могли вот так написать. Ну, скажем, div. Могли, могли. Импорт пкч.утилз. Утил. О. Вот. А как должны написать были? Вот так. Нет. О. Вот. Вот. Вот он, div. Этот приехал. Значит, в чем идея? Идея состоит в том, чтобы не пытаться каким-то развесистым образом догадаться, что вот этот const, он лежит в текущем каталоге, а честно указать, и это под пакет того же самого Adler, с которым мы сейчас работаем. Да? Этот в текущем, с двумя точками в предыдущем. Ну, в общем, картина примерно такая. Вот. Так. Что еще стоит, о чем еще стоит напомнить, и про что я говорить просто не буду, а скажу про существование. Стоит напомнить про так называемые namespace packages. Namespace packages это такие сборники, в которых есть атрибут специальный path, модифицируемый. Он, правда, всегда есть, но его можно модифицировать. И тем самым вы можете создавать пакеты, у которых исходные файлы, ну, как бы вот, то, из чего они состоят, лежат в разных местах файловой системы. Вот. Это, в общем, практически не нужно. Вот. Но можно почитать 420-й спек, в нем написано, при каких случаях вот такая штука просто необходима. Вот. Ну, главным образом для того, чтобы, например, у нескольких пакетов, у нескольких пакетов были одинаковые исходники. Ну, не совсем одинаковые, но они пересекались. Вот тогда нужно, понятно, вы не можете положить один файл сразу во все каталоги, вам нужно делать какую-то странную структуру, которая бы говорила, вот оттуда забери, пожалуйста. Это тоже входит в мой пакет. Вот. Фактически такое формирование name space вручную при помощи модуля. Вот ради этого, собственно, они и придумали. Вот. Значит, на этом, видимо, упражнения с пакетами надо прекратить. Вот. За исключением одной волшебной вещи, которую я, кажется, уже показывал, или, по крайней мере, очень люблю показывать. Значит, смотрите, помните, мы help вызывали, и нам показывался help прекрасный. Так этот help можно же так сказать. Python, ну, скажем, 3, минус mpdoc, чем package. Вы можете получить документацию по вашему пакету снаружи из утилиты pdoc, она же pdoc на самом деле. Ну, только 3. В моем случае это pdoc 3. Вот. Видите, да? Красота какая. Ну и, соответственно, можете сказать const. да, вы можете сказать, там, sub. Вот. А все еще интереснее, в силу того, что в питоне есть стандартный модуль веб-сервера, ну, давайте сначала поговорим про стандартный модуль веб-сервера. Python 3 минус m. Он говорит, знаете что, зайдите, пожалуйста, на HTTP, на localhost, на порт 8000. И вас там ожидает, ожидает сюрприз. Давайте зайдем. Localhost 2.8000. Чего? Что это? Нет, я понимаю, миллион, это миллион цифр пи. Но как оно тут оказалось? Он говорит, слушайте, я знаю, это индекс HTML. Да. Ну, в общем, вы меня поняли. Да? Значит, хорошо. Это я скачал эту страничку, она тут лежала. Повторим упражнение. Вот, другое дело, я хотел увидеть вот это. Я не ожидал увидеть индекс HTML. Вот. Значит, ну, нету февикона, подумаешь, нет февикона. Обратите внимание, нам веб-сервер показывает просто список, список текущего каталога, с которого можно что угодно забрать. Вон, не знаю, вот, пожалуйста, вот видите. Вот. Ну, короче, вы меня поняли, да? Очень-очень дешевый способ по-быстрому запустить веб-сервер, позволить кому-то что-то скачать, кинуть ему ссылочку. По умолчанию... А, кстати, это не только localhost, да? 400, это он слушает на всех интерфейсах. Это я через localhost зашел. Ну, в общем, вот. Обратите внимание, когда я, когда я делаю гет, мне говорят, гет, ну, короче, это нормальный веб-сервер. Вот. Очень удобная штука, на самом деле. Отмена. Очень удобная штука, на самом деле, для того, чтобы по-быстрому что-то куда-то пробросить. А если у вас нагрузка невелика, Андрей, не пдок, а пыдок. Это раз. И, во-вторых, в разных дистрибутивах он оформлен по-разному. Именно поэтому я начал, давайте я здесь остановлюсь, именно я поэтому начал не с пыдок, а вот так вот. Вот так работать будет в любом дистрибутиве. Вот. Возможно, он у вас просто пыдок называется. Попробуйте. Не забудьте буквы Y. Нет, конечно. Причем здесь создание класса. Женя, создание класса, это довольно сложная штука, связанная с понятием класс, дефис объект. Единственное, чем похож импорт модуля на создание класса, это создание namespace. А в этом случае, да, конечно. А доступ к атрибутам через точку, это вообще называется инкапсуляцией. И так в питоне устроены абсолютно все объекты. Покажите мне объект, у которого доступ к атрибутам устроен по-другому. Так что нет. То есть, вы правы. В том смысле, что класс это такой способ организовать namespace, и модуль это такой способ организовать namespace. И в том и в другом случае используется, разумеется, инкапсуляция, а что же еще? В питоне она одним способом реализована. Вот. И отличие между ними, разумеется, не в механизме, про который вы говорите, да, потому что они похожи, да, а в назначении. Да, классы нужны для того, чтобы делать иерархическое планирование объектных моделей, а модули нужны для того, чтобы в них складывать какие-то целевые, целевой код и подключать их по мере необходимости. Вот. В остальном, конечно, вы правы. Другое дело, что это, ну как бы, вы скорее говорите про то, что синтакс языка питон очень похож на синтакс языка питон, но это правда, да, похож. Обратите внимание на то, что запустить веб-сервер как нечего делать, он у вас всегда есть, если у вас есть питон. А теперь, собственно, складываем то с этим и получаем вот что. Пыдок, поэтому 3 минус, минус мпыдок, чтобы не травмировать тех, во втором как-то по-другому. Что он говорит? Ну тут еще есть поиск по пакеворду, старт, хддп, сервер. То есть, если мы напишем вот так, вот минус п, раз, два, три, четыре, пять. Он у нас запустил сервер, какой-то веб-сервер на порту раз, три, четыре, пять. Давайте, скажем, броузер. Мать моя женщина, что это? И это все модули, которые есть. Вся документация по ним встроенная. Ну не знаю, вот нумпы, например. Что-то он тупит. А, он просто парсит документацию нумпы. Сейчас он нам покажет документацию нумпы. Я просто зря нажал на кнопочку, потому что это вся документация по всему нумпы, обратите внимание. Да? Окей, давайте что-нибудь поменьше найдем. Python Magic. Документация по модулю Magic. Это который по содержимому файла распознает, какого он типа. Короче, обратите внимание на то, что, а, это просто встроенная туда, внутрь документация, да, то, с чем приезжают исходники. B, что мы это броузим броузером. Красиво и, красиво и, вот. И V, вот это видите, все мои программы на Python тоже можно посмотреть. Например, Package. У него есть Ender, у него есть All, узнаете, да? У него есть модуль const, у него есть под Package Sub, и у него есть под Package Util. Ну, короче, вы меня поняли. Дудущ. Вот. Там какие-то хитрые манипуляции с тем самым. Это что? Боюсь, что он запустился, зря я туда зашел. Ну, короче, вы меня поняли. О, PropinPay. Давай, давай, умирай. Такие дела. Это что касаемо модуля Pudok. Здесь мы плавно переходим к плавно переходим к просмотру стандартной библиотеки модулей, просто чтобы понять, что оно такое, зачем нужно, с чем вывезет, вот это все. И вообще немножко перестаем уже программировать на Python, ну, просто потому, что, ну, пора уже. Модулис. Стандартная библиотека Python насчитывает, я уже говорил, порядка 200 модулей. Вот они. Эти модули примерно трех, примерно трех видов. Штуки, которые нужны самому Python. Ну, тут кстати, Рассказ про то, как мейн устроен, по нему теперь есть документация. вот та самая. Штуки, которые нужны самому Python, некоторые удобные при, удобные в практике абстракции и не абстракции, а приемы, да, и конкретные приложения к каким-то форматам, к каким-то задачам, вот это все. Значит, вот смотрите, прям, да, значит, ABC, Abstract Base Classes нужен для того, чтобы моделировать различные классы и описывать их. Еще он нужен для, аналогичный модуль есть в этом самом, там, коллегс СБЦ, который нужен для моделирования классов в аннотациях, да. И тут же рядом AIV, просто работа с каким-то аудио, это очень старый модуль, AIV это очень старый формат аудио, вот, просто когда-то в Python он был, его не выбрасывают. ARCPARSE удобная практика для разбора команд-лайновых аргументов. RY простейшая реализация массива, настоящего массива с хождением в C правильного правильного типа. Вот, еще один, ST Abstract Syntax 3 это когда мы, значит, берем код на Python и парсим его, получаем абстрактное синтаксическое дерево и что-то с этим делаем. Кстати, процедура проверки домашних заданий базируется на этой вещи. Проверки копипастов домашних заданий базируются на этой вещи. Async. Всякие Async модули. Кстати, модуль Async Core Deprecated. AdExit. Прекрасный модуль, который позволяет вашей программе выполнить что-нибудь перед тем, как она остановится. Audio Loop. Опять какой-то низкоуровневый модуль для аудио. Ну и дальше, да, вот, вы видите, да, три класса. Да, специальный формат, удобные практики и внутренности питона. Вот. Из таких вот интересных, которые действительно, на которые стоит посмотреть, это, ну вот, чтобы прям вот не потратить больше 10 минут на разговор, я бы сказал, что мне нравится модуль Cursus, потому что в нем можно писать консольные программы экранные в терминальчике. Очень сильно использую модуль Distotils, который предназначен для пакетирования и дипломента ваших поделий на питоне. Не в этот раз, но будет. Модуль тестирования Doctest. Вот. Deflip, который очень удобно использовать для сравнения. И вот из того, что я просто знаю и использую Inom, просто загляните туда, интересный модуль. Так, что еще? Fractions, мы с вами уже видели. Кишочки питона, Gc, Gabuch Collector. Вот мы, кажется, не поговорили про сборку мусора в питоне, а зря. Но вот это инструмент управления сборкой мусора. Gitopt, еще один простой парсер командной строки. ArcPars крутой, а Gitopt вам проще. GitText для перевода. Какой-нибудь GraphLib функция, для работы с графами встроена. Интересно, давно ли он появился. Вот. Что еще такого? HTML, парсер HTML, HTTP. Только что мы видели, как пользоваться модулем HTTP, конкретно HTTP. сервер. Но он есть всякий. Вот. HTML, парсер HTML. Что еще такого интересного? Работа с интернетом. Инспект, который мы для домашних заданий, кажется, использовали. Если нет, то это заглядывать внутрь кода в кишки прямо. поддержка JSON. Короче говоря, я могу сейчас долго читать, просто говорить, какие интересные модули бывают из таких мне известных. Еще один дебаггер интересный. ПДОК мы уже смотрели. Всякие, всякие, значит, работы с SQLite, с SSL. Ну, не знаю, насколько. Да, даже встроенный, встроенный модуль работы с график, с графическими виджетами, который называется TK Inter. Вот. Значит, как известно, в каждой операционной системе, был про метаклассы. Спасибо, Жень. Значит, все-таки я успел рассказать про Inspekt. ПТК Inter. Я думаю, что в следующем семестре мы в него потыкаем. Значит, как известно, виджет-сетов графических на свете довольно много. В операционных системах, у которых графика является частью интерфейса, типа винды и макоси, есть свои виджет-сеты системные. А вот в Linux системных нет, потому что есть несколько таких больших наборов. Это, в первую очередь, Qt и GTK. Но Qt и GTK это такие здоровые библиотеки, и Python не очень хочется носить их всегда с собой. А виджет-сеты с собой носить хочется. Но решение было принято. питон обычно ездит вместе с языком программирования TCL и виджет-сетом TK прям сразу встроенным. Потому что это очень маленькие штуки. И TK очень маленькие, и TCL очень маленькие. Вот. И организует интерфейс графический путем проксирования в соответствующие TCL команды. Это довольно забавно выглядит. Собственно самого тикли тут как понимаю просто нету, потому что он там не весь. А вот TK он весь и вполне себе юзабельный. Вот. В частности есть модуль Tartle. Давайте я вам даже покажу просто ради развлечения. А то мы тыкаем, тыкаем, а в питон не тыкаем. Python 3 минус M вот. Который на самом деле да, idle написан на TK Inter. Модуль Tartle, обратите внимание, undo в нем есть. Он делает сейчас undo. Это просто TK Inter один единственный его виджет под названием Canvas. Да, вот Tartle эксплуатирует этот самый Canvas. Вот как видите вполне себе вполне себе ой побежали сразу две черепашки. значит вполне себе в общем одна из них быстрее другой бежит. Все, поймала. Ага, вот это undo. Вот. Нельзя сказать, чтобы этот самый Tartle был такой идеальной графикой для решения каких-то больших задач, но вот как примитивная графика, да еще и с черепашьей логикой, что полезно, потому что черепашья логика она такая очень-очень постижимая, да, как примитивная графика. Как примитивная графика отличная штука. Еще один модуль для тестирования под названием Unit Test, давайте это закроем, да, который позволяет нормально организовывать Unit Test, вот, ну, в общем, в общем, вот. Вот модуль ZipUp, кстати сказать, довольно забавная штука. Модуль ZipUp это модуль для того, чтобы вы могли написать программу на питоне, запаковать его в Zip и прямо из этого ZipUp запустить. Вот. Вот так вот примерно. Довольно интересная вещь. я, кажется, не сказал еще, может быть, имеет смысл было сказать, я его пропустил, модуль Diz, это дизассемблер из питоновского байт-кода, ну, это дизассемблер питоновского байт-кода в содержательное представление. Вот. Мы этим не занимались с вами, просто не хватило времени, но это достаточно интересно такое место, значит, ну, короче, ладно, вы меня поняли. питон даже по умолчанию в том виде, в котором к вам приезжает в систему, тащит с собой много всего. Единственное, что в большинстве линуксов распиливают модули питона, которые пользуются графикой, и модули питона, которые не пользуются графикой. ДК-интер надо стать из отдельного пакета, так же, как айдл, например. Вот. Значит, это что касаемо модулей питона, приезжающих с питона. Если вас интересует модуль питона, который есть вообще, вам надо на сайт pp.org python.pack.px.index Вот он. Что это такое? Это инфраструктура по публикации питоновских модулей, готовых к употреблению под свободной лицензией. Все модули, которые здесь выложены, они как минимум свободно распространяемы, а скорее всего просто свободные. То есть вряд ли тут есть... То есть можно, наверное, себе вообразить какую-то несвободную лицензию, которую здесь примут, но вряд ли. Вот. На сегодняшний день 277 тысяч 775 проектов зарегистрировано. 277 тысяч модулей на питоне готовых к употреблению под свободной лицензией. Вы не сможете воспользоваться всеми. Вам надо искать. 2,5 миллиона релиза, 3 миллиона файлов, полмиллиона пользователей и пользователей, которые туда запостили. Короче говоря, вот такое. Значит, ну давайте, ну не знаю, даже не так, давайте поброузим его по фреймворкам. Нет, фреймворк это название. Топик, по топику. Для чего можно использовать питонные модули? Ну вот, смотрите. Да? Communications, Databases, Desktop, Documentation, Education, Home Automation, интернет длинный, Multimedia длинное, Office. Ну, короче говоря, топики из всех сфер жизни. Правда, из всех, честно. Вот. Можно, например, Python Compatible. Все равно много. Python 3 Compatible. Вот. Programming Language Avc. Это что вообще? А вот, Simple Python Interface Avc. Вот. Значит, короче говоря, я даже не знаю, вот имеет ли смысл приводить какой-нибудь пример, ну давайте какой-нибудь пример. Сейчас, Banner. Пример Banner. Терминал Banner, Django Banner, все это неинтересно. Twitter Banner. Django Cookie, нет, не хочу. Фиг. девелопсинг. Ха-ха-ха. Видимо, нам придется это отложить, вот, потому, видимо, на следующий семестр, где мы все равно про это будем разговаривать, и там будет гораздо более обширная лекция на этот счет. Я думаю, что за сегодня это починится, но, конечно, очень неожиданно. вот вчера еще работало. Так. Ну что, давайте что-ли поищем в интернетах что-то, 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 что-то случилось с Пипом. У нас есть что-ли в 20 минут, на самом деле. А, даже не так. Давайте поищем вот это вот. Нет. Хм. 8 часов назад это произошло. Как интересно. Ну ладно. Короче, мы с вами живем в эпоху перемен. Посмотрим, чем это закончится. Вот. Пока что никаких, никаких, я так понимаю, никаких обходных путей не нашли люди. Да, я знаю. У них там какие-то проблемы с нагрузкой. Окей. Давайте мы тогда этот вопрос отложим. Тем более, что эта тема все равно будет в следующем семестре. И там про это придется рассказывать гораздо больше. Мне, конечно, было бы клево показать, что смотрите, ребята, как круто можно поставить 200 тысяч пакетов. Но вполне возможно кто-то именно сегодня 8 часов назад решил, что как же круто было бы поставить 277 тысяч пакетов и начал это делать. Ну и соответственно люди теперь ремонтируют. Люди теперь ремонтируют этот самый ремонтируют инфраструктуру. Значит, дабы вот эта перегрузка не мешала другим работать. Значит да, зато у нас внезапно образовалось целых 10 минут на нет, нет, проблемы не в библиотеке. Ну, все правильно, да, проблема в том, что нашли вот эту проблему в безопасности и поскольку она есть, ее с той стороны, со стороны инфраструктуры ПИП, ее подвесили, они сейчас, видите, работают над тем, чтобы выработать более безопасный протокол. Видимо, видимо, было какой-то взлом или что-то такое. Ну, в общем, посмотрим. Да, как бы мы живем с вами в эпоху перемен, прямо сегодня что-то произошло. Удивительное дело. Вчера вон гугл уложился. Говорят, рыбы кабель перегрызли. Вот, не гугл, а ютубчик. Хорошо, значит, давайте мы вернемся к основной теме. Итак, у нас остался разговор про то, что делать с этим вашим питоном дальше. Что делать с этим вашим питоном дальше? Значит, ну, во-первых, я уже говорил не так давно, что из, ну, жаловался на свое разочарование. Из языка, прикольного языка программирования ни на что не похожего у многих моих товарищей, вызывающего всякие нездоровые негативные реакции, типа, зачем там форматирование столбиком? Вот. Да, зачем там форматирование столбиком? И вот это все. И при этом очень удобный и, как бы, такая штука, которой мне было пользоваться очень удобно. За, то время, пока я занимаюсь питоном, питон превратился в самый популярный язык программирования чуть ли не вообще. Вот. Что, в общем, с одной стороны, конечно, странно. Потому, что мы с вами знаем, что у питона есть проблемы с производительностью. Если все-все-все писать на питоне, то оно будет работать, ну, скажем, в n раз медленнее, чем если все-все-все писать на оси. Вот. Понятное дело, что это проблемы линейного характера. То есть, если вы написали экспоненциальный алгоритм, на чем вы его не пишите, все равно он будет работать плохо. Вот. Но ситуация, когда программа там на си работает в 5-10 раз быстрее, чем программа на питоне, как бы говорит против питона. Однако, у питона есть, пожалуй, три достоинства, которые его вытащили, как бы, вот в топ языков. Первое. Это очень качественно устроенное сообщество и очень качественно устроенная инфраструктура по его дальнейшей разработке. Мы с вами помним, что все изменения в питоне принимаются после общественного обсуждения так называемой пепы. Вот, типа вот этого. типа пепа на namespace пакеты. Вот. Обсуждение должно быть рационализовано, должно быть принято решение, принимается оно или нет. И при этом, тем не менее, питон постоянно развивается. Нет такого, чтобы вот вышел очередной релиз и там что-то не добавили. Да? То есть, язык поспевает за веяниями современного программирования и при этом делает это достаточно аккуратно. Вот. Это важная штука. Во-вторых, в питоне есть отдельные, в комьюнити питон есть отдельные подразделения, которые занимаются стандартизацией, которые занимаются стандартизацией пакетирования, чтобы можно было дипломировать. Есть пы-пы, вот, на, значит, неработоспособность, к которому мы наткнулись сегодня. Вот. Это первый раз на моей памяти. Видимо, действительно, что-то серьезное произошло. Надо будет посмотреть потом, как они с этим справятся. Да? И как сборник из четверти миллиона свободных пакетов это хорошая штука. Вот. Значит, есть... Да. И, значит, это первое. Хорошая инфраструктура. Второе. очень прямой, прозрачный и простой интерфейс между питоном и нескорыми языками вроде C и C++. То есть, на самом деле, если вам что-то медленно писать на питоне, перепишите это на C++, выбросьте API наружу, пользуйтесь этим из питона, и у вас получится классическая модель, значит, логика на питоне, обмазка такая, скриптовая на питоне, содержательная часть на C++. Таких проектов просто очень много, и главное, что они, эти проекты, в самом питоне так устроены. Да, сам питон устроен таким образом, что у него довольно много написано на C. Да, вот смотрите. Сейчас, я в 64 сказал. О! Да? Пожалуйста, да, значит, какая-то часть написана на C, там, какие-то, какие-то, редлайн, какой-то, ну, короче, их много. Это, это стандартный питон. Да? Он уже на C написан. Не говоря уже о том, что модули для питона, написанных на C, сторонних еще больше. Вот довольно, кстати, типичный пример. Это нумпы с ЦП, модули, которые занимаются всевозможной скоростной, высокоуровневой математикой, и, разумеется, всякая скоростная, высокоуровневая ерундистика написана на чем-нибудь низкоуровневом, например, на C, да? А потом все это выведено в питон, чтобы можно было нормально пользоваться. И три, значит, то есть, с точки зрения разработки, питон, язык, достаточно хорош именно в этом плане, что он может писать не только на питоне, и сюда же, а сюда же относится возможность поддержки на питоне всяких специфических штук, вроде, собственно, того, что мы на двух последних лекциях проходили. Во-первых, асинхронные парадигмы, что открывает огромные возможности на написание реально работающих боевых приложений, и во-вторых, разработки больших и сверхбольших проектов путем строгого введения аннотаций, которые и строгой типизацией, ну, для поддержания дисциплины программирования в тех случаях, когда она разъезжается, да? То есть, вот это, если раньше питон когда-то давно считался таким скриптовым языком для наколенных поделей, то сейчас на нем отлично пишутся большие и сверхбольшие проекты, никто не жалуется. И третье достоинство, которое одновременно является недостатком, что обилие, а вот, что обилие третье достоинство в том, что обилие готовых решений на питоне приводит к тому, что в сообщество пользователей приходит большое количество людей непрофессиональных, непрограммистов вообще. То есть, сейчас на питоне программируют там, ну, вообще просто все, в том числе, люди, которые не знают, что такое цикл, сам видел. Почему? Потому что берут каких-нибудь психологов. Психологи бывают очень разные, некоторым психологам приходится очень много заниматься математикой на самом деле, да, если, например, это исследование психологи, какое-то статистическое. Вот. Но, тем не менее, люди часто пытаются, говорят, я хочу спасать людей, я буду психологом, такие тоже бывают, к сожалению. Вот. И говорят, мы сейчас вас научим питоном. Как мы научим вас питону? Ставьте анаконду, ставьте вот такой пакет статанализов, такой пакет статанализов, вот в эти окошечки вбивайте данные, жмите кнопочку, в этих окошечках получите результат. Вы научились питону. Хорошо это или плохо, не знаю, потому что, ну, то есть нет, то, что это плохо, потому что не всякий человек, который программирует на питоне, на самом деле, программирует и на питоне. Вот. А вот насчет хорошо, это может быть хорошо, потому что это ведет к формированию еще более естественной, еще более гармоничной общественной структуры вокруг питона. Вот. Так что на сегодняшний день это, как бы, такое вот прям и нашим, и вашим, и во все стороны, ну, поглядим, что будет дальше. Вот. Поглядим, например, поправится ли еще в свой курс по питону я уже ничего не хочу втыкать, потому что у нас и так 15 лекций вместо 14 было. Наверное, регулярки я в следующий раз вообще не буду упоминать, потому что это был момент, когда я просто не успел подготовиться и рассказывал о том, о чем и так знал. Вот. Или вытесню их в второй семестр. То есть вот в такой форме на сегодняшний день, вот в той форме, в которой этот курс у нас произошел, мне кажется, он достаточен. То есть дальше мы уже выходим за границы питона, что, в общем, немножко, немножко, за границы вот в этой, вот в этой, в этой цепочке, чем больше мы будем еще изучать, тем больше мы выйдем за границы языка программирования в область практики. Да? Мне бы не хотелось, потому что область практики огромная, и я не готов говорить, вот в эту сторону смотрите, это хорошая практика, а в эту не смотрите, она не очень хорошая. Вот. А превратится ли питон в PHP, как язык веб-разработки для моих хозяек, уже давно превратился. Я еще раз повторяю, на питоне программируют все, кому не лень. Вот. Единственное, что, чем питон лучше, чем PHP, это тем, что это язык с грамотно разработанным синтаксисом, а не случайно появившимся, и с очень крутым сообществом, в смысле профессионально крутым, который его поддерживает. Вот в этом смысле PHP несколько хуже. Вот. А так давно превратился, а что уж, что уж греха-то тарить. Вот, посмотрите, какие феерические, страшные скрипты на питоне иногда порождаются. Я вот решил задачу, тут на питоне написал, смотрите, вот мой скрипт. Так, ну что, значит, давайте мы закончим традиционно двумя, двумя, пасхальными яйцами из питона. Первое пасхальное яйцо, это импорт this. И импорт, я сказал. Если вы скажете питону импорт this, вы увидите так называемый дзен питона за авторством Тима Петерса. Это один из серьезных, таких важных, ключевых фигур в питонском комьюнити, в том числе современном. Вот. Их там штук 15. Я позволю себе потратить небольшое время на то, чтобы их пояснить. Значит, что такое дзен? Дзен это такое знание, которое внутри себя не содержит контента. Да? Которое открывается, потому что оно открылось. Потому что у вас произошло просветление. Основой дзена является так называемый кон. Кон это по виду противоречивое или нелогичное утверждение, смысл которого вам открывается, когда вы вычтите всю вот эту вот уничтожившую себя логику и поймете, а что же на самом деле главное. Это такое главное, о котором нельзя сказать прямо, но можно сказать с помощью таких взаимоисключающих утверждений, которые не полностью друг друга уничтожают. Например, бессмысленное утверждение красивое лучше, чем некрасивое. В чем, так сказать, дзен смысл? Для питона на самом деле прям вот бездна смысла в этом утверждении. Я убедился, что если написали некрасивый код на питоне, скорее всего, он еще и неправильный. Вот почему так, не знаю. Но это факт. То есть, если я вижу решение, вот там, мне сдают решение задача и говорят, что-то у меня вот тут не работает. Посмотрите на код, а код там бру-у-у-у-у-у, сопли во все стороны. Я говорю, да, у вас там что-то не работает. Вот. Это удивительная фича питона, за которую я его очень люблю, что, значит, красивый код с большей вероятностью правильный, чем некрасивый. И от других языков программирования это вот свойство, оно более статистически подтверждает. Explicit is better than implicit. Явно заданное лучше, чем заданное по умолчанию. Это при том, что в питоне почти все задается по умолчанию. Не нужно объявления переменных, не нужно типизации, ничего не нужно. В чем смысл этого кода? Он в том, что как только вы понимаете, что ваше умолчание не очевидно, все, надо явно задавать. Вот всякий раз. Не лениться. О, simple is better than complex. Опять бессмысленное утверждение, но к нему есть пара. Complex is better than complicated. То есть дело не в том, что надо писать просто. Можно писать сложно. Бывает так, что надо писать сложно. Вы не можете написать просто все. Но сложно это означает, как это сказать, потому что задача сложная. А вот если задача простая, а вы все усложнили, написали некрасивый код, усложнили. Это плохо. За этим надо следить. Не усложняйте. Flat is better than nested. Лучше в столбик, чем вложено. Понятное дело, так лучше читается. Хотя, опять-таки, питон это штука, в которой flat как можно меньше встречается. Вспоминаем рекурсию, вспоминаем те самые списковые конструкции, вспоминаем множественные присваивания. Вот там везде как раз борьба с flat. Но flat все равно лучше. Там, где вам нужно написать что-то последовательно, пишите это последовательно. Sparse is better than dense. Опять противоречие, потому что в питоне очень плотный код. Но именно поэтому его надо как бы разжижать, чтобы было удобнее читать, глаза не ломались. Readability counts. Похоже, это главное свойство питона и главное свойство вообще программы. Вы, когда пишете программу, главное, о чем вы заботитесь, чтобы ее можно было читать. Даже если до определенной степени вы жертвуете там эффективностью, еще чем-то. Читаемость главнее. Special cases and special nuts to break the rules. Значит, как это перевести? Есть правила оформления кода, составления алгоритмов, правила. Если вам очень надо нарушать эти правила, то, как это сказать, вы еще подумаете. Это не настолько специальный, не настолько особый случай, чтобы нарушить правила. Хотя, и в этом состоит кон, practicality beats purity. То есть, если надо, чтобы программа работала, и это единственный способ сделать так, чтобы программа заработала, ну, что поделать? Нарушайте правила. Правила не для того, чтобы за них расстреливать. Расстреливая. Правила для того, чтобы их по возможности не нарушать. И если практика того требует, ну, что делать? Errors should never pass silently. Если произошла ошибка, какая угодно, exception, exception, ошибка алгоритма, вы увидели, что к вам прилезли неправильные данные, никогда не пропускайте это мимо ушей, если в этом не состоит ваш алгоритм. Unless explicitly sinused. То есть, если вы, ваш алгоритм устроен так, что вы пропускаете мимо ушей ошибки, ну, пропускайте. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. Значит, важная тема, которая состоит в том, что не бывает задач, у которых несколько путей решений, и все одинаковые. И вам надо кинуть монетку, чтобы выбрать один. На самом деле, всегда есть правильный путь, и пути, которые, ну, слегка более кривоватые. И вам нужно выбрать всегда более прямой путь. Ну, собственно, об этом следующий куан. There should be one, and preferably only one obvious way to do it. Да? Значит, должно быть, должно быть какое-то соображение, которое вас приведет к тому, что тот путь, который вы выбрали, правильный, остальные неправильный. Даже если это не так, в чем, собственно, дзен, да, в чем, собственно, кое. Даже если это не так, и путей на самом деле много, вы должны работать, мысленно, думая по-питоновски, как если бы путь был один, и вы знаете, почему он правильный. Не случайно его выбрали, да, а из каких-то соображений. Вот. Очень важная фишка в питоне, очень сильно помогает понять чужие программы, да и свои тоже. Примечание, видимо, от Тима Петерса, что этот путь не всегда очевиден, если вы не голландец, намекая на то, что у Гвида свои соображения, которые не всегда понятны. Значит, con now is better than never, often never is often better than right now. В чем идея? Никогда не пишите на питоне, из соображений некогда думать трясти надо. Потому что вы натрясете. В принципе, это верно и не для питона тоже, да, но плотность языка, возможность запутать самого себя в питоне достаточно велика, и вот это вот right now, да, давай прям шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, получается макаронный код, и это страх божий, и ужас летящий на крыльях ночи. Я хочу, кстати, сделать замечание, ответ вопрос Жени. Я бы на самом деле рассказал про ошибки, скажем так, неправильные способы написания кода. Спагетти код, вот это все. Вот это было бы интересно, и это даже было бы интереснее, чем там лекции про... Вернее, важнее, чем лекции про регерции, хотя, конечно, регерция полезная штука. Мы приближаемся к концу. То, что вам тяжело объяснить самому, не надо программировать. Потому что вы еще не знаете, как вы это будете делать. Если вы не можете объяснить, что вы программируете, это плохая идея, программировать это. Если вы можете объяснить, что собираетесь программировать, это может быть хорошая идея, хотя не обязательно, может быть, вы просто ошиблись. Вот вам еще один корм. Ну и, наконец, наконец, namespace, are one hooking great idea. Let's do more of those. Мы с вами знаем, что на самом деле traversing namespace в питоне довольно медленная штука, но для ограничения контекста, для обеспечения обеспечения, обеспечения области понимания того, что вы делаете, namespace это, ну, one hooking great idea. То есть, вот, другой способа просто нет. Ну, или если есть, то он не в питоне. Вот вам, пожалуйста, кон питона. Ну и на прощание, я и так выжил уже лишние 5 минут, на самом деле 10. До прощения, конечно, традиционный импорт антигравити. Давайте мы посмотрим на эту красивую картинку. Кто не очень понимает английский, сейчас я прочту. Вот, это еще про второй питон, но смысл, в общем, невелик. Диалог. Да ты летаешь, как? Питон. Я, ну, вчера ночью его выучил. Все так просто. Hello World, это просто print Hello World. Тот, который внизу. Ну, я не знаю. Динамическая типизация, форматирование пробелами. Тот, который сверху. Приходи к нам. Программирование снова веселая вещь. Тут целый мир сверху. Ладно, ладно, но как ты летаешь? Ну, я написал импорт антигравити, и вот. И что, и все? Ну, я еще в этом самом, в своей медицинской коробочке все лекарства попробовал по очереди. Ну, просто сравнивал. Но я думаю, что это от питона. Вот. Значит, что касается про способы написания кода, я точно расскажу. Вот. Потому что действительно вот эта тема, эта тема важная, но уже не сейчас. Ну, что? В общем, common join us. Программирование из FunAgain. Это правда. Вот. Я очень надеюсь, что у ПП все будет хорошо, его скоро починят. Вот. Ну, и, собственно, на этом все. Вот. Скорее всего, в следующем семестре у меня будет курс по разработке на питоне. Вот. Приходите туда. На чем? Спасибо. Вот. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!